Микс Ньюс Добрый день, исполнитель директора Балтийского форума Александр Васеев у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Да, до Балтийского форума остается совсем мало времени, но мы такую вот интригу создадим и все-таки сначала обсудим самые актуальные события недели, может быть, во внутренней и во внешней политике. Что касается внутренней политики, ну вот исполнилось две таких ключевых даты. И, наверное, первое из них – это 15-летие членства Латвии в Европейском Союзе, второе – это, конечно, 100 дней правительства Каринча. Вот если мы говорим о 15-летии жизни в Европейском Союзе, есть, естественно, позитивные, наверное, моменты, есть что-то негативные. Как бы вы вот вкратце определили вот этот топ плюсов и минусов нашего членства в Европейском Союзе? Ну, я боюсь, что, наверное, мы увидим плюсы и минусы, наверное, во временном лаге не в 15 лет, а, по крайней мере, 30 лет. Ну, как принято в Китае, например, они мерят не пятью, не десятью годами изменения власти, как у нас. Они мерят, им спешить некуда, они мерят, по крайней мере, 30 лет и после 30 лет посмотрят, что получилось. Ну, что сказать, ну, город, например, и страна изменилась, но есть, каждая для себя найдет очень много хорошего и плохого, в том числе. Правительство доложит о том, сколько чего она наделала и насколько выросло, наверное, благосостояние, в первую очередь, конечно, чиновного людо. Вот, наверное, самоуправление похвалится, значит, теми дорогами, зданиями, другими какими-то очень важными делами. Ну, в качестве минуса, наверное, это те длинные очереди в аэропорту, людей, которые покидают нас и покидают. И то, что страна лишилась за это время, по разным оценкам, от 250 до 3 миллиона, ну, это значит, что это приблизительно в полтора-два раза больше, чем в ходе Второй мировой войны. И, наверное, при всех положительных моментах, ну, этот, наверное, наиболее болезненный и наиболее страшный для нас. Мы с отъездом каждого человека мы теряем жизненную энергию нашей страны, и это не может не волновать. Да. Вот, что касается 100 дней правительства, наверное, многие обратили внимание, что особую активность вот в эти 100 дней проявил, казалось бы, самый, ну, обычно, мы знаем, незаметный министр среды и регионального развития. Тут и запуск этой региональной реформы масштабной, и, конечно, знаковое такое событие – снятие мэра Риги Нилу Ушакова. Я так понимаю, что вот буквально сегодня, возможно, он уже подал иск в суд, чтобы обжаловать это решение. Вот как вы бы все это оценили? И многие считают, что вот это целенаправльная кампания, развязанная по дискредитации Рижской Думы, потому что много каких еще событий происходили, кроме отстранения от должности Ушакова. Ну, я бы начал все-таки, наверное, со 100 дней правительства в целом. Активность господина Пуца – это все-таки один из моментов вот этой вот, я не знаю, наверное, с моей точки зрения, работа правительства – это своеобразная симфония. То ли это пятая симфония Бетховена, то ли это первый концерт фортепиано-оркестра Чайковского, я не знаю. Но в данном случае у меня возникает ситуация какой-то с полнейшей какофонией. Это, наверное, ситуацию можно сравнить со средневековой Европой, когда государство дробится на мелкие какие-то феоды, и чем дальше, тем больше. Ведь это же уму нерастяжимо, когда уже не три, а пять партий входят в правящую коалицию, каждый получает себе в какое-то безраздельное направление в правительственной политике, в безраздельное управление и делает все, что хочет. И в этом случае там не только господин Пуцци, и министр внутренних дел, и образование, и здравоохранение, они делают вот так, как они считают нужным. И я себя спрашиваю, когда я попытался, вернее, прочитать итоги этих 100 дней, я мало и что понял. Я удивляюсь, а что мог понять наш среднестатистический соотечественник в этих планах, в громадье, в нагромождении, в этой какофонии звуков. Я боюсь, что вот в этой ситуации мы даже не можем оценить титанический, в кавычках, труд нашего кабинета министров. И я спрашиваю себя, а где преемственность власти? Где тот план, который неоднократно мы принимали, да? Последний, насколько я помню, был 2030, мы обсуждали его, закладывали всякие туда предложения, замечания, его приняли. И прошло совсем буквально несколько, не то что там буквально лет, месяцы, приходят новые люди, они говорят, стоп, мы знаем, как надо действовать. И мы будем действовать. Ну, тот же министр, господин Гиргенс, внутренних дел. Ну, если тебе посчастливилось, как адвокату, попасть на другую сторону баррикад, в силовое ведомство, ну, наведи, может быть, порядок с поимкой преступников, которых ты должен, защищал всю свою сознательную жизнь. Может быть, доследственные действия, может быть, какие-то режимы улучшить в обеспечении правопорядка. Ну, нет, его волнует, значит, состояние моста. Ну, может быть, надо дальше сделать? Может быть, закрывать участки дорог, где недостаточно, и мы прекрасно знаем, значит, недостаточно хорошее покрытие с ямами и колдобинами. Можно и другие мосты закрыть по всей Латвии. Я думаю, что да, но, видимо, по каким-то мостам он едет на работу, и поэтому далеко не все мосты целесообразно закрывать, чтобы самому ему не стоять в длинной пробке. Что касается господина Пуца, ну, видимо, он все-таки настрадался. Настрадался, когда был один из лидеров оппозиции в Риге, и когда его откровенно, наверное, троллили, как это сейчас принято говорить, партии, правящие в Риге. Это согласие и честь служить Риге. И поэтому, по-моему, весь его потенциал, вся эта энергия направлена на то, чтобы досадить наконец-таки и попытаться, может быть, отомстить вот этой правящей коалиции в Риге в течение десяти лет, которая не давала ему вырасти в полноправного и равновеликого политического деятеля. И вроде как вот, ну, отстранил Нила Ушакова, мог бы отдохнуть, заняться вот той же территориальной реформой, о чем вы обеих упомянули. Но вот уже сегодня, насколько я понимаю, уже поднимается вопрос, что надо доработать бараник уже по центральному рынку. Потом, значит, я думаю, что найдется и дела и в Парвалднексе. Как-то мы стали забывать о том, что все это начиналось, может быть, с Рига Сатерксме, с тех больших контрактов по покупке троллейбусов и автобусов. Ну, вот опять мы у нас как-то принимаем самые, как бы, лучшие, в кавычках, европейские ценности двойных стандартов. Недавно было, стало ясно о том, что контракт Министерства обороны на 200 миллионов покупки бронемашин был специально сделан под покупку финских бронетехники. На 200 миллионов, вроде как колоссальная для, значит, Латвии сумма, но что-то не слышно о том, что, какие санкции предприняты конкретным должностным лицам. Где задержания, обыски, аресты, расследования, скандалы? Нету их, не слышно даже, даже персонали какие-то не прозвучали. Я так понял, что и закупка электропоездов, 12 лет уже, по-моему, не могут купить. Ну, сейчас, слава богу, вроде как отменили, опять же, в кавычках, трамвай, который должен был пойти по Сканстос, и вот теперь туда сэкономленные средства направят уже на закупку этой техники. Но, насколько я помню, электропоезда уже в течение 10 лет не могут. И уже никто не говорит о том, что это был один из реальных шагов по развитию Рижского вагоностроительного завода. Где он? Где он? Теперь уже это скоро, наверное, будут развалены. Вот, были даже шансы того, что Даугапилский локомотиворемонтный завод получит дальнейшее развитие вместе, если я не ошибаюсь, со швейцарским Штадлером. И эти планы рухнули. Ну, пускай бы хоть бедные испанцы или те же шкодовцы получили бы заказ, но нет. Вот, поэтому я понимаю, что проще решать какие-то одноразовые шаги, дать какие-то указания каким-то подведомственным учреждениям господина Пуца, чем заниматься территориальной реформой. Потому что, если покопаться по ней, то мы фактически возвращаемся к той территориальному делению, к тому, который был еще при советской власти. Сохраняем территориальное деление Пририжского или, ну, тогда, откровенно говоря, Рижского района, который разделили, ну, и, может быть, и это вполне обоснованно, потому что в Риге, в Пририжье сосредоточена, наверное, по нынешним временам половина, если не больше, населения Латвии. А в остальном мы возвращаемся к районному делению при советской власти. Что это? Признание того, что при советской власти все-таки было сделано все это по уму? Или это просто нету должной энергию министра для решения действительно вопрос регионального развития? Ну, возможно, каждый из этих наших министров, вот это вот, может быть, показатель работы, каждый пытается выхватить наиболее горячий пирожок из общей корзинки, и дай-то Бог, чтобы они их съели. Вот. А не подавились и не выбросили. Александр Васильевич, у нас в студии, что касается международной тематики, ну, мы видим, что здесь, ну, к сожалению, пока вот эта напряженность в отношении России и Европейского Союза, или России и Запада не спадает. Это победа Зеленского на выборах на Украине, вот на ваш взгляд, это дает какую-то надежду, шанс на улучшение отношений между Россией и Украиной, и на, по крайней мере, на то, что прекратится, разрешится эта проблема Донбасса? Ну, с Украиной ясно то, что совсем ничего не ясно. Я внимательно слежу за моими коллегами, которые занимаются достаточно серьезно и критично аналитикой, и они дают сигналы, которые, и дают, как бы, рекомендации, прогнозы на будущее, которые взаимоисключают друг друга. Поэтому я бы просто здесь бы советовал бы подождать, чтобы это все устоялось. Я думаю, что президент Зеленский, который противо всех логики политических действий стал во главе этого большого восточноевропейского государства, ну, по крайней мере, получил властные свои полномочия, получил в руку булаву и возложил руку на писание 15 века и дал клятву президента. Но пока, на мой взгляд, и с российской стороны, и со стороны вновь президента делаются такие шаги, которые показывают определенный, как бы, повышают градус конфронтации. Это, в первую очередь, касается того, о чем вы обеих упомянули, это по тому же Донбассу. С одной стороны, предоставляются давно ожидаемые жителями Донбасса условия облегченного получения российского гражданства, а с другой стороны, президент Зеленский говорит, у нас ничего нет общего с Россией, кроме границы. Но мы будем решать все вопросы, и не только, как теперь выясняется, как он говорил во время выборов, информационно будем завоевывать Донбасс, но мы в течение ближайшего времени, и об этом говорят его ближайшие советники, которые отвечают за вопросы безопасности в стране, будем добиваться суверенитета над Донбассом. И это весьма и весьма настораживает. Будем надеяться, что это просто эти предварительные шаги, которые, так же, как в случае с Трампом, пытаются при начале переговоров занять наиболее выгодную для себя позицию. Будем надеяться. Но, смотрите, пять лет назад именно с такой риторикой борьбы за мир победил Порошенко, когда он в первом туре получил 54% голосов. И, получив властные полномочия, пошел на открытое военное столкновение с Юго-Востоком своей же страны. Фактически, Зеленский повторяет чуть ли не шаг в шаг то, что делал предыдущий президент страны, и это не может не настораживать. Единственное, конечно, ситуация в мире изменилась за пять лет. Изменилась ситуация в главном патроне, как бы, Украины, в Соединенных Штатах Америки. Уже, наверное, нет столь однозначного поддержки тем воинственным шагам, которые может принять новый глава государства Украины. Но, с другой стороны, и Европа уже другая. Европа устала от Украины, и, как, в принципе, устали и все граждане этого нашего соседнего и родственного нам государства. Пора бы как-то подвести черту, как бы говорится. Но, когда ты впрягаешься во властные полномочия, это совсем другое, нежели играть в телесериале «Слуга народа» и пытаться представить, как в сатирическом ключе, как ты мог бы управлять государством. – Да, к сожалению. Это так, может быть, совершая вот эту первую часть, далекая страна, географически от нас, Венесуэла, но, тем не менее, и там, как мы видим, геополитические баталии разворачиваются. – Ну, там, конечно, ну, что сказать? Южная Америка – страна контрастов, страна эмоций, страна, которая всегда идет либо в одну крайнюю сторону, когда, если уж революционер, то уж такой партизан, маист, принимающий крайние решения, либо ты уже тогда военный пучист и ставишь на олигархические какие-то… Они, в принципе, не знают, это вполне понятно. Но в данном случае Венесуэла как бы вырывается из общего контекста, потому что, когда пришел к власти предыдущий президент Чавес, тогда вся Южная Америка сделала крен влево, и это был один из моментов страна, которая шла, как бы сказали, сейчас в общем тренде. Сейчас тренд изменился, и соседи ее, Колумбия и Бразилия, например, поменяли. Уже не левые, а правые правительства и левые на этом континенте в меньшинстве. И, казалось бы, в этом, на заднем дворе Соединенных Штатов Америки, где у них совершенно другие, это не Сирия, совершенно другие возможности, у Мадуро нет шансов устоять, но все-таки последние события показали, и вот те события 30 апреля, когда сделана была попытка военного переворота при полной поддержке Соединенных Штатов Америки, ну, все пока свидетельствует о том, что она провалилась. И самого разглашенного президента, спикера парламента Гуайдо поддержали только отдельные тыловые части, которые быстро были активными военными, значит, подавлены. И нет шансов, что ни Колумбия, ни Соединенных Штатов Америки, ни тем более Бразилия через Сельву попытаются с внешней стороны поколебать режим Мадуро. Да. Вот мы будем за этим тоже наблюдать. Приверемся ненадолго. Александр Васильев у нас в студии. Не переключайтесь. Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Исполнитель директора Балтийского форума Александр Васильев у нас в студии. И сейчас вот как раз я хотел начать именно с Балтийского форума. Это дата такая традиционная для Балтийского форума, 31 мая. Все-таки большинство конференций были исключения. Но большинство конференций проходили именно в этот день, в последний день мая. И очередная готовится, остается совсем мало времени. И тема такая, которая, наверное, среднему и старшему поколению очень близка. Мы это все помним. Вот об этом и поговорим. Ну, я, наверное, сегодня могу сказать о том, что форум будет. И это главная новость на сегодня. Мы долго как бы боялись глазить. Потому что мы не знали до конца, сможем ли мы пригласить авторитетных экспертов. Потому что было сделано многое того, чтобы наши традиционные спонсоры на этот раз не поддержали нас. И те предприятия, в первую очередь транзитные отрасли, которые традиционно оказывали нам всемирную поддержку, они, к сожалению, в данном случае отказались нам нас спонсорировать. Но форум состоится. Форум будет посвящен 30-летию, как это принято называть сейчас, антикоммунистических революций. Тому, что было 30 лет назад в памятном для многих еще из нас 1989 году. И анализ того, какие трансформации произошли за эти 30 лет. Вот, в принципе, те 30 лет, с которых мы начали сегодняшний разговор. Должны, я не хочу забегать вперед, называть конкретные люди, но приедут знаковые люди, которые принимали непосредственное участие в этих трансформациях 30 лет назад. И не только в России, но и в Восточной и Центральной Европе, и Соединенных Штатов Америки. И люди, которые сейчас представляют академические и, как это на Западе принятые, think tank общества, которые могут дать сбалансированный и обоснованный анализ того, к чему мы пришли за эти 30 лет. Я думаю, что как никогда этот уровень представительства будет высок. И я думаю, это будет в какой-то степени, это будет пиршество для ума всех тех, кто примет участие в форуме. А мы открыты для всех, и каждый, кто захочет, может будет прийти, зарегистрироваться и принять участие на совершенно бесплатной основе на конференции Балтийского форума 31 числа в Балтик-Биче, нашем традиционном месте, в Юрмале, где мы ждем наших дорогих гостей и будущих участников конференции. Я так понимаю, что сюрпризы будут приятные, да? Я думаю, для участников, латвийских участников, будут приятные сюрпризы, и можно будет пообщаться с людьми, которые были 30 лет у всех на слуху, и которые до сих пор представляют интерес для всех нас. Плюс те люди, которые, как я сказал, могут оценить реально существующую ситуацию. И у нас в странах Балтии, и в России, и в Европе, в Восточной и Центральной Западной. Да. Вот если мы говорим об этом 30-летнем периоде, очень важном и знаковом, все-таки, я так понимаю, что не все те надежды и чаяния, которые были 30 лет тому назад, или 29 лет тому назад, потому что мы сейчас беседуем накануне государственного праздника, латвийского, 4 мая 1990 года, как мы знаем, была принята декларация независимости, много было надежд, наверное, многие из того поколения политиков надеялись, что Латвия очень быстро войдет в семью европейских народов, и уровень жизни приблизится к европейскому. Но пока, по многим показателям, и внизу, к сожалению, турнир на таблице, я имею в виду среди стран Европейского Союза. Ну, мы обик прекрасно помним, какие у тебя были надежды тех времен. Нам сказали, ну вот, нам еще три, нет, ну, пять лет, и мы достигнем уровня Финляндии. Вот, еще немножко, и вот общий европейский уровень, ну, приблизится, как никогда, близкий. Ну, нет, нет этого ощущения, что Европа, как она была, где-то мы живем, по крайней мере, на в половину беднее, чем страны Западной Европы, чем средний уровень, и значительно ниже, чем развитые западные страны. Ну, вот интересно, что хотелось бы сказать, что как за те 30 лет, может быть, внутренняя и внешняя политика отдельных стран развела страны той же Центральной и Восточной Европы. Ведь уровень развития той же промышленности в каких-то экономических отношениях Украины и Польши был одинаковый. Но они оказались сейчас на полюсах Чехии и Молдавии, или там даже не говорить о бедной Румынии, но эта бедная Румыния оказалась сейчас во много раз богаче, и туда переезжают жители Молдавии, которые, в принципе, говорят фактически на одном языке. И вот это говорит, может быть, о том, как, может быть, важно было заниматься собой, внутренней страной, внутренним развитием. И, может быть, поэтому те же поляки, они очень внимательно следили защите внутренней своей экономики, в отношениях к предпринимательству здесь. Они не попытались, как у нас, разрушить всю промышленность, потому что она была неконкурентно способна. Нет, они шаг за шагом отстаивали, в конце концов, используя те же, та экономическая помощь, которую представляли страны Запада, а потом уже и европейские фонды, они позволили себе выйти в определенные как бы лидеры. Они не боялись поддерживать себя, они сохранили свою валюту, они пытались поддерживать и сельское хозяйство, и свою промышленность, и в результате они вышли вперед. Это привело все к тому, что, как мы уже говорили в перерыве, такие страны, как Армения или Украина предприняли в последние месяцы и в последний год такие нетрадиционные шаги по выбору абсолютно несистемных политиков и во главе государства той же Армении и той же Украины стали люди, которые далеки от политики. Но смогут ли они вернуть и смогут ли дать нужный импульс? Это вот то, о чем мы будем рассуждать, и о том, что, возможно, каким последствиям и каким шагам будут предприняты в ближайшее время, и каким последствиям мы придем в ближайшие месяцы и годы. Да, один звонок мы сейчас примем. Добрый день, слушаем вас. Пожалуйста, ой, вовсе. Звонок 621-12-939, телефон прямого эфира 621-13-939. Да, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Вот вы говорите о форуме, который подведет итоги 30-летия. Ну вот в конце 80-х годов в магазине подписной литературы у нас в Риге я подписалась на собрание сочинений Владимира Максимова. Это журнал «Континент». А потом было предпринято издание 9-го тома дополнительного, куда вошла публицистика, которая была, значит, напечатана в последние 15 лет в русских зарубежных и... Да, в русских зарубежных изданиях. И в иностранных изданиях. И вот там он уже предрекает в своей публицистике то, что произойдет через 30 лет. Вот примерно то самое и произошло. Вот если вам интересно, почитайте. Это действительно интересное чтило, особенно вот сейчас, через 30 лет. Спасибо большое. Ну, это такой даже больше не вопрос, а такой совет. Совсем немного времени остается. Притом это событие произойдет раньше чуть-чуть, на неделю, чем Балтийский форум. Это выбор в Европарламент. Все-таки, может быть, сейчас вам задал вопрос как к социологу. Что-то ожидается такое вот? Есть такое ощущение, что что-то будет неожиданное? Потому что мне кажется, что сейчас все участники выборов в Европарламент борются не столько вот, не знаю, за себя или за того парня, сколько за явку. За то, что вообще народ дошел до избирательных участков. Мы помним, что 5 лет тому назад там пришло где-то чуть более 30%. Ну, это, в принципе, традиционно для... Ну, поймите, что более 700 человек в Европарламенте. Латвия избирает 8 человек, да? Это чуть ли не 1% от общего числа. Ну, будем откровенны, ну, даже если у нас вице, значит, председатель, вице-президент Еврокомиссии, ну, условия для Латвии... Мы прекрасно все даем себе отчеты, насколько возможно, как бы, повлиять на общеевропейскую политику. Но идет разговор немножко о другом. Я, может быть, сейчас не владею ситуацией по ключевым странам, таким как Германия, Франция, в очереди даже Великобритания, потому что неясно, как дальше... Она вроде даже будет принимать участие, согласно того, что этот Brexit притормаживается. Италия, Испания, даже Польша. Там меняется вот эта вот парадигма, что ли, власти. Была, так скажем, та фракция правых партий, народных партий, как они обычно назывались, которая в последнее время доминировала, или социал-демократов левых. Получается так, что, если судить о последних выборах во Франции, в Германии, они находятся на... Их поддержка среди избирателей уменьшается. Если то, о чём вы говорите, Абик, значит, количество голосующих на выборах в Европарламент будет низкое, то как раз гораздо более значительную роль будут играть те партии, которые сейчас как бы вот не в господствующем, что ли, находятся в положении. И очень возможно, что крайние популисты, евроскептики, всевозможные кандидаты, которые поддерживали рядом сепаратистских, как бы откровенные организации, могут получить очень значительные голоса своих избирателей. То есть, в этом есть опасность определенная, да? И уже не народные партии будут играть главную роль, и даже не социал-демократы, а выйдет третья, что называется, сила. И вот Германия, она очень наглядно показывает, что на третье место выходит альтернатива для Германии. И то же самое показано было во Франции, когда последние выборы президента показали о том, что ни один из нормальных, как бы, в кавычках, системных партий не победил. А вышли люди, которые не представляли, как бы, традиционных политических сил. Последние выборы в Испании тоже показывают, что растет количество этих политиков. Вот это вот говорит о том, что время пиджаков, как мы об этом говорили, уходит опять. И приходят люди, которые, как и 30 лет назад, приходили, не боялись больших аудиторий, могли открыто выступить своей позиции, харизматических лидеров. И, наверное, возможно, в этом есть определенный шанс, что та безликая бюрократия Брюсселя и Страсбора, она вынуждена будет потесниться. Хорошо ли это плохо, когда придут непрофессиональные политики? Я сейчас сказать не могу. Здесь уже все зависит от тех персоналей. И надо сказать, что в этом случае нас уже в ближайшие недели ожидает, может быть, несколько сюрпризов, которые нас могут быть и удивить. И мы скажем, что ситуация на Украине не настолько оригинальная. Европа тоже может очень и удивить. Поживем, увидим. Да, поживем, увидим. Но я так понимаю, что у нас, если мы смотрим на эти рейтинги, по крайней мере, апрельские, свежие рейтинги, которые были даже не столько в контексте выборов Европарламента, сколько обычно опросы проводятся из Сирии, а вот если бы выборы в 7 были бы завтра или сегодня. И мы видим, что вот эти попытки, ну, каким-то образом полностью дискретировать Рижскую Думу, но пока еще в сердцах избирателей не отозвались, я имею в виду рейтинги, к примеру, согласия. Да, зато вот мы видим, что избиратель КПВ и ЛВ очень живо отреагировал на тот раскол, который внутри партии. И мы видим, что уже, если бы выборы были бы сегодня, то КПВ и ЛВ могла 5% барьера не преодолеть. Ну, я бы здесь сказал так, что, в принципе, как бы ни пытались сейчас использовать те же двойные стандарты и старый римский принцип «Йоцит Йоли, но он йоцит более гнобить», все-таки я думаю, что многие рижане помнят, что, наверное, нынешняя правящая коалиция достаточно много сделала. Это были и реставрированные, и реконструированные школы, и детские садики, мы прекрасно помним, и начали в кои-то веки благоустраиваться дворы, и появилось впервые в новейшей истории и жилищное строительство. Все-таки, наверное, кто-то помнит. Конечно, дороги нас не устраивает, конечно, вот какой-то... Дошли руки, наконец-таки, до мостов, и выяснилось, что с мостами тоже все далеко не так, как нам хотелось. Но, наверное, люди понимают, что все-таки не все так плохо, как пытаются сейчас сказать. Но я думаю, что все-таки, если говорить о социологических моментах, я бы все-таки сказал бы так, что разные опросы дают немножко отличные данные. И одно дело, когда людей спрашивают о том, за кого бы вы голосовали на парламентских выборах, и кого бы вы выбрали, каких политиков в Европарламент, там могут быть различаться. И я думаю, во втором... Опросы второго, как бы, порядка, они, хотя и показывают лидерство согласия, но там, значит, это преимущество не настолько велико. Вот. Ну, я надеюсь, что, в принципе, многие здравомыслящие политики получат свою поддержку, но не будет той ситуации, той ситуации, которая была в самом начале, лет 10 назад, когда при явке в 40%, 29% голосов получили национал-радикальные силы, и из тогда 9 евро депутатов, 4 были представлены ТБ ЛННК. Сейчас все-таки не похоже. Поэтому мне, как человек, который занимал социологией, а, может быть, как человек, который пытается анализировать политику, я бы сказал бы, дорогие сограждане, придите 25-го и проголосуйте за своих кандидатов. Да, это, наверное, будет важно. Погода во многом будет играть роль. Все мы прекрасно это понимаем, в том числе. Ну, и 25-го, конечно, важная дата. Ну, и, как уже сегодня наш гость обозначил, 31 мая очередная конференция Балтийского форума. Тема такая очень важная. 30 лет вот этих перемен. И я думаю, что подведем итоги вместе. Спасибо большое. Спасибо.